Заминка, она правильная заминка? Почему? Потому что успешный человек не обязательно бизнесмен, не обязательно предприниматель. Это может быть обычный дворник, это может быть уборщица, это может быть бухгалтер, это может быть директор, это может быть бизнесмен, это может быть кто угодно. Быть успешным человеком это не значит зарабатывать кучу денег. Чем отличается успешный человек от неуспешного? Ну, давайте. Понятная схема для всех. Есть точка А, это точка, в которой мы находимся сейчас И есть точка В Это та точка, в которую мы хотим прийти Через некоторый промежуток времени Вот неуспешный человек, чем он занимается? Он создает план, как нужно пройти весь этот путь И вот шаг за шагом человек продумывает Он сделает это, получит это Он сделает это, получит это А потом он перейдет сюда, сделает это Есть такая хорошая пословица Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах Вот это совершенно неверно Успешный человек поступает совершенно по-другому Задача успешного человека знать, что он хочет в конце почек Что он хочет получить вот здесь Он не задает вопрос, как Он задает вопрос, что получить в точке В Ну, например, успешный человек захотел обновить свой автомобильный пак Я хочу машину Какую машину? Вот такую машину Вот я хочу вот такую, вот такую, вот такую машину Он совсем не заморачивается, а где он будет брать деньги Он знает, что всему свое время все придет Вот в чем разница Если успешный человек думает вот об этом То неуспешный человек думает об этих совершенно бесполезных Есть такая метода Ну, она довольно известная в узких кругах Широко известная в узких кругах Вот, называется программа с конца Что это значит? Как вообще она звучит? Находясь в точке В Опять же, мы представляем и чувствуем, ощущаем, что мы находимся в точке В В уже получив вот эту Мы задаем себе вопрос Что я сделал такого вчера или позавчера Для того, чтобы оказаться вот здесь Да, автомобиль Вот просто сейчас такой пример автомобиль Да, пошли от автомобиля Я купил новый автомобиль в автосалоне Что я сделал вчера? Вчера я пришел в этот автосалон и выбрал автомобиль Вот я нахожусь в этой точке Так, я представляю себя А что такое? Как я пришел в салон и как я выбираю автомобиль Так, я вспомнил ситуацию, вспомнил ощущения И задаю себе вопрос А что я сделал для того, чтобы оказаться в этом автосалоне С пачкой денег в кармане и выбирать автомобиль Так, а что я делал? Что я делал? Да я в банке был, деньги снимал Я уж примерно знал сумму Вот я снимал деньги на то, чтобы пойти в автосалон Я вспоминаю себя в этом банке Как я стою около кассы, забираю эти деньги Пачка денег, такой приятный такой вес Всего-навсего, там вот столько получилось Все, классно А что я сделал для того, чтобы оказаться в банке И вот взял вот эту пачку денег, получил наличными Да я работал, у меня контракт случился Ммм, контракт случился Хорошо Опять, да, вхожу в ситуацию Ну просто, представляю себе Контракт у меня случается А, договор там какой-то Вот с этим человеком Или с этой организацией, например Мы подписали контракт, работа прошла Деньги я получил Ммм, подписали контракт, хорошо Вот он Сижу, представляю себе Мы сидим, подписываем контракт Такой абстрактной организацией На воспечение, на представление каких-то услуг Ммм, там ощущения какие-то есть Понимаешь, да, вот подписали контракт А что мы сделали для того, чтобы подписать контракт? А, вот там этот менеджер хорошо сработал Там подцепил по телефону Холодный контакт Я его тогда научил Он это так же сделал А, научил менеджера? Ммм, нормально Раз А как я обучал этого менеджера? Он пришел, вот сказал Помоги, помоги, все И процесс пошел Ммм, а потом процесс пошел А потом, а почему процесс пошел? Да вот Я как-то задумался А что мне нужно, мне же машину нужно поменять А деньги нужны А деньги откуда, из работы так А из работы, что менеджер научить И вот вы оказались в точке А То есть там Там, где, откуда, собственно, и начинали В сегодняшнем дне Вот я здесь Вот это точка А И вот таким образом программа с конца Она продумывается, прописывается каждый шаг Но это совсем не обязательно, что будут происходить такие шаги Именно такие шаги Они могут быть очень похожи Очень похожи Потому что подсознательное Наше подсознание будет вести нас Таким очень удобным Очень комфортным образом Чтобы у нас не было конфликтов Чтобы у нас не было напряжения Чтобы это решалось, знаете, вот так вот Приятно Совсем не обязательно так, как мы себе представим Но мы таким образом поставили некие вешки на пути Чтобы облегчить задачу нашему подсознанию Каким образом Не обязательно таким Но примерно таким образом Мне выгодно прийти из точки А в точку В Вот так В следующем году Продолжение следует...